Окей, у меня на столе два смартфона. Это Huawei Nova 9 SE и Redmi Note 11S. Оба этих смартфона вышли в 2022 году на рынок и оба находятся примерно в одной ценовой категории. О цене поговорим в конце видео. В этом ролике я хочу рассказать только об отличиях между этими двумя смартфонами. Я насчитал 10 очень важных, принципиальных отличий, о которых прямо сейчас хочу вам рассказать. Первое отличие, самое явное, это диагональ. И это принципиально два разных смартфона, потому что Redmi Note 11S это классическая диагональ. А у Huawei уже такая более высокая и это действительно крупный смартфон, который классно подойдет вам, если вы нацелены на потребление контента, вам нужен большой экран. Мне же, например, более важно, чтобы я мог комфортно пользоваться смартфоном одной рукой, поэтому я бы выбрал себе Redmi. Плюс у него AMOLED-дисплей против IPS. Оба этих смартфона работают на бате 11-го андроида на фирменных оболочках Redmi на MIUI 13, а Huawei на EMUI 12-й версии. Дизайн оболочек это дело вкуса, функциональность, ну плюс-минус одинаковая сегодня у всех функциональность, но у Redmi есть очень весомое преимущество в виде нормально работающих Google сервисов. Это и Gmail, YouTube, Google Maps и далее по списку. Да, на Huawei тоже можно вручную кое-как установить Google сервисы и худо-бедно ими пользоваться, но гораздо комфортнее и удобнее они будут работать и стабильнее, что немаловажно, на Note 11s. Поэтому в этом пункте я бы также присмотрелся к Redmi. Следующее, третье отличие в материалах. Redmi из более простых материалов, он из пластика, рамка задняя панель пластиковая, против металла из стекла у Huawei Nova 9se. По материалам приятнее и солиднее выглядит Nova, хотя он будет более марким из-за очень глянцевого оформления. В противовес Redmi гораздо хуже будет собирать отпечатки из-за матового напыления. Это если пользоваться смартфоном без кейса. В общем-то дизайн дело вкуса, но на сегодняшний день, как-то если смотреть на тренды, на тенденции, то вот матовый дизайн Redmi мне нравится больше, несмотря на то, что у него попроще материалы. В вопросе железа гораздо выигрышнее будет Nova 9se. В нем установлен Snapdragon 680 с 6-нанометровым техпроцессом. Против Mediatek Helio G96 в Redmi он с 12-нанометровым техпроцессом. Поэтому, если выбираете себе смартфон для игр или каких-то сложных задач, тогда присматривайтесь к смартфону Huawei, если вас отсутствие Google сервисов все еще не пугает. При одинаковом разрешении экрана и разных диагоналях будет отличаться четкость и детализация изображения. Большую детализацию мы увидим на Note 11s. На нем изображения будут выглядеть четче. Следующий пункт защита от воды и пыли. Есть присвоенный стандарт для смартфона Redmi IP53. На этот смартфон можно разлить воду, ему ничего не будет. Можно уронить в песок. Опять же, ничего там не забьется, ничего не погрядится. И со смартфоном можно попадать под дождь, и чтобы он находился под дождем до 10 минут. В общем-то, такой стандарт защиты у него есть. В смартфоне Huawei почему-то не присвоен стандарт защиты от воды и пыли. И если вы на него что-то разольете, возможно, что-то произойдет, а возможно, ничего не произойдет. Мы этого, к сожалению, не знаем. Note 11s обладает парой стереодинамиков. И если вы любитель послушать музыку без наушников или глянуть кино на смартфоне, то ваш выбор должен пасть на смартфон Redmi. А вот модуль NFC в этой паре смартфонов появился только в Nova 9 SE. И если вы нацелены совершать покупки, оплачивая их своим смартфонам, то, в общем-то, это ваш выбор. В Note 11s батарейка 5000 мАч. В комплекте адаптер питания на 33 Вт. За один час полностью смартфон заряжается от 0 до 100% и работает день-полтора. Nova 9 SE имеет аккумулятор 4000 мАч. В комплекте адаптер питания аж на 66 Вт. И за 40 минут он заряжается до 100%. Но за счет того, что объем аккумулятора меньше, его хватает либо до вечера, либо же на полный день работы, в зависимости от сценария использования. В вопросе автономности тут уж решать вам. Если гораздо более актуально, чтобы смартфон быстрее заряжался, тогда берите Nova с ее 66 Вт зарядкой. И за 40 минут будет смартфон заряжаться. Если вам важнее, чтобы в целом батарейка смартфона держалась дольше, и вы готовы заряжать смартфон минут на 20, еще в плюсе, тогда пересматривайтесь к Redmi. Я бы, например, взял бы Redmi, потому что мне автономность важнее. Я там могу, условно говоря, выделить себе часик для того, чтобы зарядить смартфон, найти это время. Это не проблема, да и разница небольшая. 40 минут против одного часа. Зато смартфон живет примерно на полдня больше. Это, мне кажется, более важным. Стоимость на эти смартфоны примерно одинаковая, но немножко отличается. Оба эти смартфона можно купить в интернет-магазине МТС. Ссылку на них оставляю в описании под видео. Можете переходить, изучать. Там плюс есть еще и возможность приобретения смартфонов в рассрочку. На сегодняшний день очень полезная и перспективная возможность. Итак, Note 11 S стоит 999 белорусских рублей, либо же 105 рублей в месяц, если покупать его в рассрочку. А новый 9 SE будет стоить 939 белорусских рублей, либо же 99 рублей в месяц, если покупать в рассрочку. И подводя короткий вывод, резюмируя все, что я до этого сказал, если вам нужны стабильно работающие Google сервисы, если вам нужен более четкий экран, большая автономность, тогда вы смотрите на Redmi Note 11 S. А если вы хотите более крупный смартфон, если вам важны более премиальные материалы, если вы хотите оплачивать смартфоном свои покупки и вообще вам нужно более мощное железо, тогда ваш выбор должен пасть на Huawei новой 9 SE. В общем-то, на этом мы заканчиваем. Если ролик вам понравился, если он был полезен, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok